Здравствуйте, уважаемые посетители Биологического музея! Мы вас рады слышать и видеть в стенах нашего основного здания на Малой Грузинской. Мы сегодня беседуем со старшим научным сотрудником научно-экспозиционного отдела Юрием Андреевичем Алексеевым, антропологом, специалистом по древнему человеку, по современному человеку, по культуре кремации. Сегодня мы будем говорить в том числе и о ней, но основной нашей темой сегодня будет вообще культура человечества, культура древних людей, и есть ли разница между, можно ли говорить, что культура это только вот наша история, человеческая история или ещё какие-то, это понятие можно применять и к животному миру, вот эта тема. Мы ждём ваши вопросы обязательно, но и у меня тоже есть небольшой такой список вопросов, точнее там и Юра придумал даже целый самый настоящий сценарий нашего сегодняшнего повествования. Кое-что мы вам продемонстрируем, при том это будут орудия как артефакты, то есть настоящие, так это будут и современные реплики, показывающие жизнь наших предков. Ну и собственно вопрос, что такое культура, потому что мы очень часто слышим вот этот там вот, Вася культурный, а Петя некультурный. Добрый день всем, спасибо Ольга Александровна. Ну действительно, в начале нужно определить, о чём мы все говорим. Чаще всего, когда слышим культуру, ну это там не плеваться в общественных местах и говорить грамотно, без ругательства. Но культура, в общем-то, это совокупность всех достижений нашей цивилизации, и духовных, и технологических, и каких-то изобретений, термин это очень-очень многозначный. И когда мы говорим о древнем человеке, мы, понятно, не можем залезть древним людям в голову, ну до определенной границы не можем. И разбирая культуру древнего человека, мы, конечно, смотрим именно больше на материальную её составляющую. То есть, ну а если, вот когда говорят материально, а есть духовная культура? Это тоже применимо? Или в данном контексте? Да, и в первую очередь мы говорим о материальной культуре, когда рассматриваем древних людей. Но тут есть ещё одна такая путаница, потому что есть ещё сейчас вроде как даже не очень корректный термин археологическая культура, и под археологической культурой понимается характерная совокупность тех артефактов, то есть предметов, которые создаёт своими руками человек, которые встречаются на близких по времени и по территории археологических памятниках. В археологии памятник – это не изваяние какого-то выдающегося деятеля, а под памятником имеется в виду конкретное место, где жили люди или что-то делали, они оставили свои следы, свои деятельности, и потом, в общем, этот комплекс можно раскапывать и изучать, то есть это то место, которое носит информацию о каких-то древних сообществах. А только для человека характерна культура? Вопрос замечательный. Вообще, если мы посмотрим на технологии, то можно сказать, что не только для человека это свойственно, как ни удивительно. Потому что, во-первых, наши близкие братья, приматы, тоже используют орудия труда и используют там не просто как взятые камни, а зачастую как-то эти орудия подготавливают. То есть, если речь идёт о, допустим, рыбоедах, которые иногда используют камни для того, чтобы разбивать орехи или большие раковины каких-то моллюсков, они выбирают камни характерной формы и то есть у них есть критерий отбора. То есть, не абы какая мулька, а подходящая. Вполне подходящая, которую они могут удержать в руках. Более того, интересно, что они в ходе своей деятельности промахиваются иногда и эти камни раскалываются. Получается нечто очень похожее на первые орудия, созданные людьми каменного века, самыми первыми людьми. Шимпанзе, та же самая история, когда они изготавливают какие-то деревянные инструменты, тоже характерным образом, для расковыривания термитников. Делают инструменты из веток. Или делают даже какие-то подобия копий для того, чтобы охотиться на колобусов, на свою излюбленную добычу. Это небольшие мартышковые обезьяны. Надо сказать, что я могу как орнитолог добавить, что есть новокалидонский ворон, который один из самых на сегодняшний день таких очень умных представителей птиц, которые используют орудийную деятельность. Можно посмотреть в интернете различные ролики, как он пытается достать какой-то предмет, запихивая камешки в воду, и тогда уровень поднимается воды, и добыча попадает ворону прямо в клюв. Когда они выбирают с максимальным количеством каких-то вкусняшек стаканчики и вычисляют по количеству пятен максимальное количество, которое соответствует числу вот этих вкусняшек в стакане. Поэтому да, я вот сейчас вспомнила, как орнитолог среди птиц тоже это известно. Мысль, на самом деле, такая очень интересная. Налицо орудийная деятельность, то есть они используют какие-то инструменты для того, чтобы добиться... Когда ты не просто пытаешься этой проволокой тыкать и нанизать червяка, а он всё время слетает, а ты уже делаешь крючочек и на этот крючочек уже ловишь себе еду. Ну, тут тогда интересный вопрос. А можно ли это считаться культурой? Потому что культура по определению это то, что накапливается, накапливаемые знания, которые передаются путём обучения в том числе. А у птиц, насколько я помню, с обучением, с передачей знаний... Да, тут уже сложно. Но так же, как и Осьминогов, которых Акимушкин называл приматами моря, и тот самый знаменитый Осьминог Пауль, который там предсказывал счёт матча футбольного, только вот он не может передать свой талант детям, он умирает раньше, чем дети достигли кондиции, возраста понимания. Но тут, кстати, тем отличаются приматы, что они способны какие-то черты поведения, какие-то практики передавать друг другу. Яркий пример тому – это макаки японские, где одна особь, ну, видимо, ей не нравилось есть корнеплоды с землёй, начала их мыть, и через какое-то время мыть начали все. То есть таких примеров мы можем видеть у приматов достаточно много. То есть это вполне себе такой же биологический базис для накопления каких-то знаний, для формирования культуры, вот как такого пласта достижений интеллектуальных. Да, вот это очень интересно. Поэтому, ну, конечно, мне кажется, для млекопитающих, особенно таких общественных, наверное, действительно для них вот эта вот орудийная деятельность, если мы рассматриваем не просто применение орудийной деятельности, но самое главное, чтобы действительно мало того, что я научился доставать этого червяка крючком, важно, что мне как-то не жалко поделиться этим открытием с окружающими, и не прослыть галилеем, чтобы меня там, не дай бог, не сожгли, сплюменники не съели. Как раз про материальную культуру. Тогда мы поговорим, что такое материальная культура, и, соответственно, про дальше искусство людей каменного века. Ну, собственно, материальная культура, она включает в себе два компонента. Во-первых, это непосредственно те предметы, которые создавал человек. Орудия труда, постройки, оружие. Ну, то есть то, что можно обнаружить в ходе раскопок, то, что сделано руками человека. Это один пласт вещественный. Второй, тесно связанный с ними, это технологический пласт, то есть то, как именно люди создавали те или иные предметы. То есть характерные техники обработки камня, металла для позднего времени, создание керамики и так далее. Все это рассматривается в рамках материальной культуры. А вот у меня тогда... Поскольку всё-таки те предметы быта, которые использовал человек, это очень... Ну, мы не берём камень. Вот камень, он условно вечный. А если мы берём дерево, если мы берём растительное, из растительного сырья какое-то изделие, оно же через какое-то время, к сожалению или к счастью, оно исчезает. Благодаря... оно разлагается. Если мы не нашли, это же не значит, что его нет? Да, совершенно верно. Это значит, что у нас нету свидетельств. Но это не является доказательством отсутствия тех или иных практик или использования тех или иных материалов. Даже если нам не повезло, ситуация стандартная, что мы не находим на древних памятниках изделия из разлагающихся материалов, иногда можно обнаружить косвенные свидетельства, отпечатки, допустим, или остатки орудий, с помощью которых обрабатывали те материалы, которые не сохранились. Например, каменный топор — такой типичный пример. Инструмент, который используется для того, чтобы рубить дерево, раскалывать, всячески его обрабатывать. Топор есть, следы износа на нём говорят о том, что его использовали для того, чтобы рубить деревья, там, вероятно, строить дома, делать ещё что-то, но при этом само жилище, понятно, сохраняется не всегда. Чаще их, как правило, фиксируют по жилищным ямам, то есть ямам, которые были выкопаны для, условно говоря, для фундамента, для полуземлянок. Я прошу прощения у археологов, если я не совсем корректно использую термин. Само дерево при этом не сохраняется, но понятно, что его использовали. И, ну, бывают удачные сечения обстоятельств, когда вот такие вот разлагающиеся материалы, они консервируются в болотной почве либо, ну, это для средневековой археологии, в навозе, допустим, то есть в тех средах, где нет гниения. Опять-таки, хороший, редкий пример условий, это ледники, ну, кстати, ледники в Скандинавии в последнее время щедрины находки. Потому что они тают и отдают нам дары природы. Точнее, то, что было сделано человеком, творение любых человеческих. А тогда хорошо, у меня тогда ещё вопрос. Вот современный, ну, если мы берём архитектор, да, вот у него есть несколько вариантов, он предлагает, когда он очертит, я тоже прошу прощения у специалистов, то, что я буду говорить своим языком, он очертит несколько вариантов, например, зданий, а вот давайте вот такой выберем вариант, а вот у меня есть такой, такой, такой. И может быть такое, что археологи или вот антропологи находят какие-то единичные находки, можно ли по этим единичным находкам говорить, что это именно, условно говоря, массовое было производство, а не единичная такая проба пера? Ну, вот как бывает, да, эскизы? Или эскизы не характерны были для древних людей? Тут вопрос сложный, конечно. Если мы говорим, вот, возвращаясь к термину, археологическая культура, то тут как раз критерий выделения культуры – это такая типизация производства чего-нибудь. То есть у археологической культуры, у нее обязательно будет какое-то вот что-то характерное. Характерные орудия труда, либо характерная керамика. И на фоне этого действительно могут появляться какие-то уникальные изделия, но привязать, наверное, их можно будет только по такому общекультурному контексту. Кстати, термин археологической культуры, почему я говорил, что он сложный, от него сейчас пытаются отойти, говорить именно о технологических комплексах, потому что, допустим, у нас одна из культур каменного века – мустье, а мустьерская культура, которая связывается с неандертальцами. Ну, вообще, культура археологическая, найденная на разных памятниках, это не значит, что люди, которые ее использовали, говорили на одном языке и осознавали себя одинаково. Это просто они исходным образом изготавливали предметы. Понятно, что есть некая связь с самоосознанием, но четкой, точной достоверной коррегации нет и, в общем, это быть не может. Здесь вот спрашивают, можно ли задать вопрос про археологию в Казахстане? Тут я боюсь, я не являюсь специалистом, но, возможно, я что-то знаю. или могу предположить, кому переадресовать. Пишите вопрос, а мы положу пока. А давайте тогда вот это, то, что здесь, это у нас частично материальная культура. Да, точнее, у нас тут реконструкция предметов, различных предметов, различных технологических комплексов. Так или иначе, это примеры материальной культуры, начиная от реконструкции чоппера. Что такое чоппер? Чоппер – это орудия труда, которые изготавливали первые люди, которые, в общем, заменяла топор, по сути. Но его использовали в основном для разделки животных, для того, чтобы отрезать куски мяса. Называлась ещё галечная культура. Ну, потому что изготавливали их из желуаков, откалывая несколько кусков для того, чтобы сделать рубящий край. То есть у нас тут простой вариант, где просто раскололи пополам под углом, режущий край у нас есть. И, в принципе, такой штукой уже можно путём… Червяка разрез на честь. Ну, червяка, не червяка, скорее отколупать от слона свою небольшую дольку. Так, хорошо, а у нас есть вопрос. Как раз тот. Найдут ли ещё золотого человека? И расскажите, что это такое. Или это чуть попозже тогда про золотого? Да, наверное, это тоже не совсем про каменный век. И если речь о золотой бабе, так называемой, то это, наверное, ближе… Ну, не то чтобы к мифам, но к каким сказаниям, непонятно. Ну, пока неизвестно, на чём они были основаны. Может быть, и найдут. Может быть, нет. Тут мы не можем этого утверждать. Нет информации. А что такое золотой человек? Это буквально, как это, отступление. Хорошо, попробую вспомнить. Я давно про это читал. В общем, у финно-угорских народов было поверье о некой золотой бабе, то есть извоянии золота, которое было посвящено, если не ошибаюсь, божеству Земли. Но, опять-таки, я могу как-то не очень корректно использовать. И это было такое легендарное извояние, которое долго будоражило умы и исследователей, и авантюристов. Но где она находилась? То есть официальных доказательств нет? Да. Здесь пишут, что, видимо, это про что-то другое. Да, вполне вероятно. Нашли его останки в прошлом веке рядом с Алматы. Понял. Тут, наверное, я не могу это прокомментировать. Это о другом, значит. Так, хорошо. Тогда мы возвращаемся к нашим чопперам-рубилам. И следующий этап, да? Не то, чтобы мы размещали это по этапам, но действительно, у нас есть реконструкция. Это реконструкция или это артефакт? Вот этот вопрос хороший, потому что эта рубила передала нам в музей вдова Георга Францевича Дэбитса, антрополога, и, к сожалению, нет никаких данных о том, как эта рубила к ней попала. Хорошее качество и хорошее состояние края наводит на подозрение, что, возможно, это все-таки реконструкция. Но, опять-таки, точных данных у нас, к сожалению, нет. Вещь ценная, но поскольку атрибутировать ее не представляется возможным, мы ее не выставляем у нас в наших витринах, а показываем на занятиях. Хотя, опять-таки, повторюсь, работа очень-очень хорошая. Но вот это как раз предмет такой достаточно распространенный, именно такого типа рубила использовали представители вида гейдельбергский человек, и по-английски это называется хендекс, можно перевести как ручной топор, и объясняют, как их использовали для того, чтобы рубить. Ну, про это говорит и русское название. А рубили как? Вот так держа или вот так? А вот это вот скорее вот таким вот образом зажимали и рубили. А почему же откололся пончик? Это я не могу сказать, мне это неизвестно. А потому что криворукий, да? Ну, возможно, когда-то уронили, хотя, возможно, это связано с какой-то деятельностью. Защита от детей. Да, но должен был быть острый конец, и острым концом я видел предположение о том, что его используют для того, чтобы что-то раскапывать или проковыривать. То есть рубила это не просто такой топор без ручки, а многофункциональный инструмент. А вот эти рубила? А это не рубила, это у нас реконструкция скребка. А, скребок. То есть орудия для того, чтобы выскапливать изнутри шкуру. Вот у нас рабочий край, он немножко затуплённый, сделан таким образом, чтобы можно было внутренние части шкуры соскоблить жир, мездру, но в то же время не прорвать её, потому что скребок слишком острый быть не должен, чтобы не повредить сырьё. И вот этот такой очень блестящий обсидиановый отщеп, который может выполнять функции ножа. Если честно, это мы не привязывались ни к какой культуре, но с помощью этого предмета мы можем продемонстрировать, что изделия из обсидиана или из скребня, они были достаточно острые. Наш любимый эксперимент. Да, который мы проводим на наших занятиях. Ой, вот надо будет в следующий раз на глазах огонь высекать. Огонь дуговать, да, это можно. Семья для следующего. Так, вот от таких вот, смотрите, вот это как-то хлеб и зрелище. С хлебом мы разобрались. У нас есть чопперы, совсем древние орудия, более современные. Это рубила различные, скребки, когда мы можем при помощи них и не только что-то там разделать, чтобы один кусок не есть восьмерым, каждому на тарелочку положить. Шкуру обработали, теперь нужны зрелища. То есть, другая культура, а именно искусство. Да, тут мы уже подходим к духовной культуре. И надо сказать, что местами, материальные и духовные, они идут прям стык в стык. Потому что мы наблюдаем, чем ближе к современному состоянию, тем больше у человека орудия становились не только функциональными, но и эстетичными. И тут в качестве примера можно показать тоже реконструкции. Это уже костяной гарпун. Это уже на рыбку. Да, если память не изменяет. Это реконструкция предметов им и яхтахской культуры. Я надеюсь, что это правильно воспроизвел. То есть, это культура каменного река с территории Чукотки современной. И тут можно увидеть, что ли здесь лискости свойственны. Помимо функциональности, еще очень хороший эстетический вид. Они выглядят очень красиво. Это два варианта гарпуна. Очень красиво. То есть, если это так делали древние люди, то это такая реплика, то это, конечно, потрясающе. С учетом, что у вас нет ничего под рукой, никакого станка, никакого материала. А это крючки рыболовные, соответственно. Да, большой рыболовный крючок. Мне даже страшно представить, как можно его ловить. Вряд ли герша. Хотя говорят, что рыба-то была в то время гораздо крупнее. Поскольку эта культура была связана с морем, с охотой на морского зверя, то логично предположить, что это либо для каких-то морских зверей, либо, возможно, на крупную рыбу. Но тут я, к сожалению, не владею. Ну, раз мы здесь же на столе, давайте тогда поговорим про одежду и украшения. Это как вот часть искусства, и украшения это, скажем так, та составляющая культуры, которой неандертальцев. И у них в качестве украшений были птичьи перья, это удалось прикольственным образом установить, были в качестве украшений птичьи когти, когти зверей. Ну, то есть украшения были такие незамысловатые, скорее. Но, тем не менее, неандертальцы были вполне себе ценители прекрасно. Да, их иногда оценивают как таких людей, ну, грубых, примитивных. Грубых не то слово, с не очень развитой фантазией, но между тем всё равно достаточно сообразительных. Но чувство прекрасного им было, видимо, тоже свойственно. Хотя, конечно, наш вид в этом смысле, наверное, создал самое большее разнообразие. И из примеров украшений у нас здесь есть три реконструкции фигурок, сделанных из кремния. Вот это? Да. То есть антропоморфное изображение, рыбка и птичка. Подобные изображения встречаются у представителей волосовской культуры, которые жили, в общем-то, там же, где и мы, фактически. То есть в Московской области, южнее, вдоль Акии, жили представители этой культуры. Это были лесные охотники и рыболовы. И вот, в частности, на одежду, они нашивали себе такие ремнёвые изображения. Брошки. Ну, брошки непонятно. Ну, жночок, да? Как это? Украшение. Прям пришивали чем? Да, прям пришивали, с помощью сухожильных нитей. И установить это удалось благодаря исследованию тросологическому. Тросология – это такой раздел археологии, который изучает следы на орудиях труда, оставленных в ходе их деятельности. То есть все знают, кто пользовался ножом долгое время, что нож тупится. И в зависимости от того, как он, что делают, он тупится немножко по-разному. Где-то щербатится, где-то просто затупляется. Любая деятельность оставляет микроскопические следы на орудиях. По характерным зазубринам можно понять, что делали. И вот конкретно на таких изображениях остались следы нитей. То есть нить сухожильная, конечно, она окременнее скорее перетиралась, но оставляла некоторые такие следы потертости. А вот это что такое тогда за трилогия? Это здесь маленькие изделия, наконечник. Я думаю, так лучше будет видно. Наконечник стрелы с плечиками. Это уже охота, да? Да, это охота. И маленькие ножевидные пластины. Изделия такого типа, но побольше использовали, но в качестве ножей, как такой рабочий вариант, над которым не нужно было долго трудиться, делать там ручки и так далее. Либо как заготовки для каких-то изделий. Также использовали крошечные орудия, сделанные из маленьких ножевых пластин, например, для резьбы по кости, по дереву. Иголки, к примеру, которые делали из кости, они требовали совсем маленьких орудий, чтобы присверлить ушко. Делали из таких ножевых пластинок. И, кстати, о резьбе по дереву у нас тут есть пример. Это такая вольная реконструкция на тему, типа застёжки для мехового плаща или застёжки для меховой одежды. То есть такая пуговица получается большая. Скорее брошка, наверное, или фибула. Фибула, да, наверное, правильно было назвать фибулой. Это, как я сказал, вольная такая реконструкция, фантазия на тему. Оригинал, изображавший голову лоси без врагов либо лосихи, он был сделан из кости. А, то есть реконструкция полностью деревянная, а в оригинале это было дерево с костью или полностью костью? Полностью костью. Поэтому я говорю, что это фантазия на тему, а не реконструкция, поскольку не из кости сделана. Но вполне вероятно, что были и подобные деревянные изделия. Деревянные, мне тоже кажется, они просто не сохранились. Можно вопрос про украшения? Да. Знаю, что высшие приматы, по-моему, шимпанзе, тоже используют украшения. Вот самки находят какие-то цветочки, вставляют в себя или что-то ещё. Зачем? Им зачем? Тут как-то мне сложно прокомментировать. Я каких-то работ на эту тему просто не помню. Научно-популярных... Да. Такое вполне возможно. А вот именно зачем? Как часто они используют тут? Я эту тему не изучал, поэтому не рискнул как-то это комментировать. А люди тогда? Сейчас понятно. Адрил? Сейчас понятно. Но, так сказать, наблюдая эволюцию орудий труда, мы видим эволюцию эстетического чувства. Если на ранних этапах развития человечества мы сталкиваемся с такими функциональными грубыми орудиями, которые выполняют свою задачу и, слава богу, задачи усложняются, орудия становятся сложнее, то через какое-то время вперёд выходит ещё и эстетическая составляющая. То есть вот это вот рубило, к примеру, оно, конечно, функционально, но в то же время оно... Красиво. Да, оно красиво, оно имеет очень эстетические, эстетичные формы. И у уже упомянутых мной гидельбергских людей один из критериев отбора материалов было ещё и некоторое такое представление о красоте, чистота камня, к примеру, было такое предположение, что иногда они даже выбирали специально сырьё, ну то есть кремень с остатками древних раковин, то есть с палеонтологией, условно говоря, но статистически это не подтверждается. То есть нельзя сказать, что они целенаправленно выбирали, но орудия с фрагментами раковинами также, значит, у них присутствуют. А я ещё подумала о социальном статусе, потому что вот, например, в птичьем мире такое есть. Вот, например, взять нашего обыкновенного чёрного коршуна. Птица интересна тем, что он тащит в своё гнездо разную помойку. Там пакеты мусорные, тряпки, бутылки, и ещё может и в само гнездо запихивать, не только рядом кладёт. Но это оказалось, что это такое понятие статуса. Чем выше статус птицы, то есть чем, по всей видимости, старше сама птица, чем выше возраст, тем чем дольше она занимает вот эту свою гнездовую часть, территорию, тем больше мусора. И проводили такие эксперименты, статусом подкладывали больше мусора, и птица от этого лишнего мусора избавлялась. Или, например, взять самого знаменитого атласного шалашника, который украшает вот эту шалаш-беседку для встречи с дамой сердца всяким синим барахлом. Там крышки синие напитков, ну, тут должна быть реклама самого знаменитого бренда, который... Но нам не платят. Ну вот, вы догадаетесь сами, всё, что вот синие, как называется, соломинки, причём птицы в брачный период наловчились воровать их у посетителей открытого кафе. Они вот как наши скворцы, торчат возле как раз открытых веранд и ждут, когда один отвернулся, он как-то украл и унёс к себе вот этот шалаш на соломинку. Потому что чем больше вот этих украшений синего цвета, тем выше вероятность, что тебя выберут, и у тебя всё удачно сложится в будущем. Вот тут тоже интересно, ведь там тоже есть социальный статус украшения. Да, социальный статус однозначно есть, потому что это явление, которое мы наблюдаем у всех человекообразных обезьян, и у шимпанзе, как у самых близких к нам это точно есть, это связано с иерархией внутри группы, и в общем, в археологии фиксируются такие статусные предметы. Мы помним, когда, например, хоронят, самый такой знаменитый, что меня тогда потрясло, поскольку я не специалист, я могу только вспомнить сам факт, когда были найдены остатки женщины с новорожденным младенцем, и они лежали на перьях крыла лебедя. Получается, это тоже несёт какую-то информационную нагрузку? Да, несёт какую-то символическую нагрузку насчёт статуса, нельзя однозначно сказать, но определённый символизм в использовании частей тел животных при погребальном обреде есть, причём от культуры к культуре он меняется. Из того, что является статусным, нельзя не вспомнить медный топор Этци, охотника, который... Хотя охотник ли он? Вопрос, это ещё большой вопрос. В общем, человек, который найден в горах в Альпах, в Эцитальских Альпах, потому и Этци, среди его снаряжения был топор с медным лезвием. Вещь для Энеолита, то есть для медно-каменного века, вещь редкая и весьма статусная, что наводит исследователей о том, что Этци, чья судьба была замёрзнуть в горах, превратиться в ледяную мумию, лежать в специальном построенном для него музее, что он был явно не самым простым человеком. Может, поэтому его несчастного там и зарезали, потому что он тащил... Хотя его же не украли, ведь этот, кстати говоря, топор был найден вместе с ним. Так, и тогда мы поговорим, раз мы продолжаем, тогда от таких цацок, от бусиков, мы переходим к тому, что глазу приятно, это можно не столько носить, сколько этим любоваться. Это скульптура, это наскальная живопись и прочее. У нас даже есть тут скульптура. Да, у нас есть образец, это копия, это муляж, сделанный из пластик вместе с гипсом. Какая-то сложная технология, не помню точно. Да, мне кажется, какая-то полимерная, да, получается, композит. Да, это копия в натуральную величину одной из палеолитических венер. Можно её попой повернуть, давайте посмотрим вид сзади. Да, то есть для времени от 40 до примерно 20, не соврать бы, тысяч лет назад, для людей того времени характерно изготовление вот таких вот фигурок, изображающих полных женщин. Тут много версий на тему, до чего это делали, то есть, возможно, какие-то религиозные были представления, или таким образом, наоборот, изображали автопортреты, много разных версий, техники отличаются, материалы из камня, из кости, и вроде как даже глиняные изображения есть, но камень и кость сохраняются. Самые популярные. И что интересно, они же фактически возникли в разных местах, не в одном месте, они все удивительным образом примерно повторяют друг друга. Ну, условно, да, то есть они не являются копией, но они очень на что-то похожи. Там очень похожий сюжет, но немножко разные техники изготовления. Ну понятно, кто-то с головой, кто-то без. Да, где-то там есть детализация лица, где-то на мальтинских. А где-то изображается с одеждой, без одежды, без детализации, с детализацией. То есть можно не просто установить сам факт наличия одежды, но и увидеть, какие именно предметы на нее были нашиты. То есть там шапочка или, например, не шапочка, а сложная прическа. В общем, есть разные варианты, которые наводят на мысль, что иногда это изображали вполне себе конкретных женщин. И о том, о чем любоваться, конечно же, мы не можем не поговорить немножко о наскальной живописи. Я вклинюсь про как раз вот эти Венеры. Они же вот где они встречаются, где бы они ходили, они все небольшого формата. Вот почему? Почему не было скульптуры? Потому что есть же находки довольно крупных каких-то. А женщин не было. Веры Мухиной в то время не было. И Церетели тоже. С другой стороны, у половцев есть изваяние. Их каменными бабами называют, хотя на самом деле далеко не всегда это женские изображения. Не знаю, с чем это связано. Хотя вопрос интересный, конечно. Ну давайте тогда посмотрим. Мы сегодня в 13-м зале. Этот зал у нас выполняет функцию пещеры. У нас здесь дополнительная подсветка, поэтому все прекрасно видно. И вот нам сейчас Юрий Андреевич покажет волшебным. Да, мы не можем не обратиться к классике. То есть не можем не вспомнить бизонов из пещеры Альтамира. Очень натуралистично изображённых. Вот у нас лошади из пещеры Ла-Ско. Это во Франции. Это изображение колдуна, которое так и называется. Колдун из грота Троа-Фрель. Тоже Франция. И, что ещё достойное упоминание, конечно же, вот у нас. Наше родное. Мамонт Каповая пещера. Это Урал. А олень тоже из Каповой? Они вместе или они разные? Нет, олень не помню. Олень это вроде тоже Троа-Фрель. И батальная сцена из Юга Сахары. Плато Тесили-Канжарь. Вообще потрясающе. Большое батальное изображение. То есть настолько всё детально прописано. С моей точки зрения, это что-то невероятное. А это интересно, специально вот эти... Хороший вопрос. Или просто художник не успел дорисовать? Хороший вопрос. Ну, если мы посмотрим, мы видим, что у каждой коровы здесь индивидуальный рисунок. Да, это правда. И я не читал каких-то работ на эту тему, но я могу предположить, что, возможно, это изображено конкретное стадо и конкретное событие. Такое нельзя исключать. Ну, вообще, кстати, к вопросу о том, зачем нужны были наскальные изображения. Так, да. Зачем? Доска объявлений. Продав корову. Ну, скорее, это как учебное пособие. Вот так выглядит бизон. Вот тут у него слабое место. И есть рентгеновские изображения, которые показывают, как устроено внутри животное. В общем, такое учебное пособие для охотников. Куда бить животное на охоте в первую очередь, чтобы гарантированно добыть себе пропитание на ближайшее время. Сразу вспоминается фильм «Полосатый рейс», да? Да, да. Ты проводил лекцию «Как устроен тигр». Да, но в отличие от героев полосатого рейса, люди, изображавшие наскальные изображения, точно знали, о чем они хотят поведать. Другой пример – это передача эмоций. Как ни крути, война или охота с летальным исходом, когда зверь опасный убил твоего товарища, является очень сильно травмирующим событием. И один из вариантов как-то этой пережития – это как-то излить свои чувства. А изображение является достаточно подходящим способом. И есть там примере, например, не помню, где точно есть изображение, известное классическое бизон, который изображен с выпущенными внутренностями, то есть уже убитый, и у его ног лежит убитый человек. То есть так запечатлён трагический случай на охоте, на крупную и опасную добычу. Другая функция – это календарь. То есть ряд изображений животных сопровождался точками или палочками или иными символами. Но здесь у нас не совсем точно передано, но передано на этот момент функция таких точек была в том, чтобы указывать количество лунных месяцев, которые проходят после периода спаривания и до рождения детёнышей. То есть такой охотничий календарь. То есть иначе говоря, когда самка ходит беременная, охота запрещена в этот момент, правильно? Да, не то чтобы запрещена, но крайне нерационально. Вот этого я не знал, как здорово. Получается, эти точки – это не пятна, не художник пытался изобразить, или скелет. Да, в виде пятен, полосок. И это было установлено совершенно недавно, буквально в конце 1922 года. Ничего себе! Это одно из самых последних открытий. Это как засечки, да, зачеркивает, что день прошёл, и слава богу. Ну да, тут как-то вот столько-то времени пройдёт с начала сезона гону до рождения. И ещё одна из функций, которую приписывают наскальным изображениям – это религиозно-мистическое, то есть обрядовое. И это как раз тот момент, когда мы до какой-то степени можем заглянуть в голову людей, которые жили в глубокой древности. Значит, на то, что наскальные изображения использовались в ритуалах охотничьей магии, на эту мысль наводят следы от ударов копий на некоторых изображениях наскальных животных. То есть, налицо у нас такой символизм. Во время охотничьего ритуала животное поражали, его символ поражали копьём, и после этого оставалось пойти на охоту и уже забрать то, что ты уже на символическом уровне сделал. Впрочем, есть более приземлённое объяснение, что это такой первобытный телес. Совершенно верно, они тренировались. Впрочем, о верованиях говорят и изображения людей в форме, то есть, прошу прощения, в костюмах изображающих каких-то животных. Изображение колдуна – это человек, который носит головной убор с рогами оленя и одежду, сделанную из оленей шкуры. Опять-таки, поза его – это поза человека, который подражает движениям оленя. А почему колдун, а не шаман, например? Так исторически сложилось, ну, наверное, шаман всё-таки, хотя… Нет, у меня просто вопрос, потому что мне кажется, что это же такая для меня очевидная разница между шаманизмом и неким колдовством, и вот просто это скорее у меня вопрос. Так исторически сложилось, что в литературных источниках это изображение носит название «la sorcerer», то есть «колдун». А так, среди шаманских практик современных народов обряды, связанные с, скажем, с животными, они встречаются и встречаются также. Танцы, использование одежд, символизирующих этих животных, сделанных их частями тела, из шкур. В общем, это, по всей видимости, осталось с каменного века. Был ряд работ, посвященных шаманским головным уборам, которые делали археологи вместе с этнографами, то есть привлекают этнографические данные по народам Сибири, по венкам, по венам, то есть по народам, у которых жизнь тесно была в историческом прошлом и связана с оленеводчеством. А что касается игрушек? Игрушки, это... Чем играли дети? Тут сложно однозначно сказать, но есть образцы таких предметов, которые можно расценить как игрушки, которые встречаются уже у гейдельбергских людей несколько сотен тысяч лет назад. Все те же каменные ручные рубила, просто крошечных размеров под детскую ручку, которую, видимо, родители делали детям, чтобы те не просто играли и не мешали родителям заниматься, как это сейчас происходит, а чтобы дети вовлекались с самого молодого возраста в какую-то полезную деятельность. И... А у нас это разве не так? Ну почему? Конечно, мне кажется, тоже так. Кудовые машинки, танки. Ну, в принципе, там доктор, да, там набор доктор. Ну, так, это тут педагогически, наверное, неоднозначный момент. Ну, это, наверное, за рамками нашей темы. А вот из игрушек, которые однозначно, такую игровую функцию, можно вспомнить изображения сов, сделанных из камня, которые нашли в позапрошлом году или в 2000-м, была опубликована статья то ли в конце 2000-го, то ли в начале 21-го, точно не помню, где анализировались изображения сов, сделанных на пластинках чёрного сланца. Это уже не совсем каменный век, это и неолит, и начало бронза. То есть люди наблюдали за совами. Совы тоже как и как привлекают свое внимание, привлекают внимание людей, и в качестве таких игрушек, видимо, этих животных изображали. Плюс к этому можно вспомнить, это уже точно бронзовый век, глиняные фигурки быков, колесницы небольшие, которые тоже расцениваются как детские игрушки. Хотя разница между игрушечной скульптурой и ритуальной, она не всегда ясна. В ряде случаев можно понять, что это часть ритуального комплекса, тут знаменитого бизона. Нужно вспомнить Зарайский город у нас в Московской области на самом юге, и там буквально под стенами Кремля раскапывают уже много-много лет стоянку каменного века. И одна из таких значимых находок была, это фигурка бизона со сломанными ногами, да ещё и окрашенная красной охрой и лежавшая в окружении каких-то дополнительных элементов, не помню деталей. То есть это часть обряда, когда бизона ритуально убили и потом поместили в какой-то контекст. Кстати говоря, кто был в музее Зарайского Кремля, тот самый бизон есть, и там очень хорошая выставка, там замечательная экспозиция, отлично видно этого бизона, хорошо подсвечен. Так что рекомендую, я видела этого бизона как раз, так что вполне себе... Да, настоятельно рекомендуем посетить. Да, приглашаем посмотреть Зарайского бизона, да, это правда. А как тогда с татуажем, макияжем? Так, в игры поиграли, бусики надели... Теперь займёмся временными или постоянными модификациями тела. Это то, что прослеживать тоже не просто, но предшественники макияжа, скажем так, охра и другие минералы, которые наносили на целое, непонятно с какими целями, правда, и находки таких веществ встречаются на территории Африки. И возраст их превышает 50 тысяч лет. Но они на коже или они раковины? Моллюсков с растёртой охрой или другой какой-то смесью. И ещё в ряде случаев с жиром. То есть не просто это охра, а охра, которая смешана для того, чтобы наносить на тело. Именно на тело, а не на стены. Вот это вот хороший вопрос. Это для тела. Ну, возможно, рядом просто находок живописи не было. А достоверно вот так, чтобы находили мумии уже с нанесёнными какими-то ритуальными там красками, да, узорами нет? Да, ну, с этим, по крайней мере, в каменном веке, известного мне, такого я не припоминаю. А вот татуировки встречаются. Уже упомянутый нами Эци носил на своём теле 61 татуировку, нанесённую с помощью кремния углём. То есть буквально с помощью какого-то такого орудия, микролита, ему сделали надрезы, крестики, полосочки, точки и втёрли уголь. С какими целями это было сделано, тоже хороший вопрос. Одна из версий гласила, что это была типа лечебной магией, что якобы это соответствовало расположению татуировок, соответствовало расположению суставов, которые у него болели. А у него действительно есть признаки артрита, но статистика показала, что всё-таки нет, совпадений нет, и это что-то отдельное. Поэтому налицо какое-то очевидное ритуальное действие, но зачем? Так глубоко мы залезть не можем. Но тем не менее, если не было найдено останков с живописью на лице, успели смыть, если даже было, то татуировки уже есть. Да. Ну и я вспомнил насчёт охвы, которые мы носили. Да, и охвы использовали как краску для наскальной живописи, но африканские находки, они раньше, чем самые древние находки наскальной живописи. Из этого делается, что, скорее всего, это не для рисования на стенах, а для чего-то другого. На себе, допустим. Ну и стены закончились, переходим на себя. Стены ещё не начались. Тату Эци по точкам иглоукалывания. Вот это несколько устаревшая информация, потому что совпадений, как потом выяснилось, вот буквально в конце позапрошлого года, кстати, я вышла, что нету совпадений. Так что вот. Да. Татуировки здоровы. И всё. И это древняя часть культуры. Так, ну и такой ещё способ, наверное, себя отделить от всех остальных. Ну, тут скорее, если мы рассматриваем традиционное общество, это, наоборот, обозначить свою принадлежность к определённому обществу, к определённой группе. Тогда у меня вопрос по поводу теперь смерти. В грибальной практике только ли люди воспринимают смерть ближних и, собственно говоря, с какого момента древний человек стал осознавать, что вообще-то вот твой друг, вот он был, сейчас его нет, и мы не просто его бросили где-то в кустах, а нужен какой-то определённый ритуал. Да, смерть – это та часть нашей жизни, которая оказала очень глубокое влияние на духовную культуру, вообще на наше восприятие мира. И осознание смерти, на самом деле, встречается у многих высокоинтеллектуальных животных. Но, опять-таки, у нас пример – это шимпанзе, это гориллы, ну, так или иначе, все человекообразные обезьяны. Просто на шимпанзе это очень хорошо изучено поведение обезьян, которые сталкиваются со смертью, члена группы, которые сталкиваются со смертью, обезьяны из другой группы, но с которой не было конфликтов, они выражают скорбь, и чем в ближней степени родства, тем скорбь более глубокая. Они плачут? Или они не умеют плакать, как человек? Есть иные способы выражения мимики, то есть, да, есть выражение скорби. Плюс к этому подобное наблюдаются у слонов, у которых погребальных практик, конечно, нет, но скорбь по умершему члену стада выражают его родичи. И это такой, может быть, достаточно тяжелый для них процесс, который может длиться несколько часов, но в конце концов стада после смерти родича должно его оставить и уйти. И вот это такие примеры понимания, ну, осознания, переживания смерти в животном мире. У человека, понятно, это дело глубже. У нас вопрос есть? Что вы скажете про определение диеты по составу костей древних? Ну, я думаю, мы сейчас закончим тогда тему про погребальную практику человека, и тогда вернёмся к материальной практике, что едешь, что пили. Итак, тут у нас, возвращаясь к смерти, логично предположить, что, поскольку осознание смерти, оно и скорби присутствует у всех человекообразных обезьян, то самая черта была ещё у нашего общего предка. У человека именно погребения появляются, опять-таки, у гейдельверских людей, но в формате санитарных погребений, когда тело просто где-то там помещается подальше от стоянки, чтобы до него не привлекать падальщиков, ещё кого-то к тому месту, где умер человек. Пахнет, наверное, это не очень приятно. Да, разумеется. И вот одно из таких погребений – это известная шахта костей в Испании, Сима де Лос Уэсес, где были найдены останки 13, по-моему, или больше, ну, в общем, большого количества гейдельверских людей. И, среди прочего, там, кстати, лежала рубила. Ну, сложно сказать, было ли оно оттуда положено уже в символическом контексте, или случайно попало, это такое исключение. Но санитарные погребения у гейдельверских людей были распространены достаточно часто. Это сколько приблизительно лет назад? Это от 800 до примерно 130 тысяч лет назад. В этот период существовала эта группа. Сима де Лос Уэсес – это порядка 500 тысяч лет назад, то есть это достаточно давнее изобретение. Говоря о похоронах с обрядами, с какими-то ритуальными действиями, это фиксируется у неандертальцев. То есть известная пещера Тишикташ в Узбекистане, откуда происходят останки, по которым сделала реконструкция мальчика. Там свидетельство ритуальной деятельности – это рога козлов, которые окружали его погребения. В пещере Шенидар в Ираке, там были следы охры и пыльца цветковых растений. То есть предположили, что тело было покрыто цветами на момент входа. В общем, такой способ погребения был предиктован представлениями о том, что что-то человека ждет и как-то нужно его уход из жизни сопроводить. У людей разумных, у нашего с вами вида погребальные практики стали очень-очень сложными, своеобразными и с большим количеством локальных вариантов. Но глобально то, что находят археологи, можно поделить на две большие группы. Одно – это трупоположение в русском языке или, если использовать зарубежные термины, то это ингумация. То есть когда в той или иной форме происходит захоронение. Сидя, лежа, стоя, лицом вниз, в обезвреженном виде, придавленном, в фрегментированном состоянии. Так или иначе, в земле. И кремация. То есть когда тело сжигается. Частично ли? То есть тоже тут много вариантов. И вот этот вот формат погребальной практики сформировался не так давно. Самые древние полные кремации, то есть именно сожжение трупов, они датируются примерно двадцатью тысячами лет. И это Австралия. А широкое распространение это получают во время уже керамического неолита. То есть это порядка девяти тысяч лет назад. Самое раннее время наступания этой фазы в эволюции нашей культуры. И этот способ погребения у земледельцев появляется. Ну а в конце бронзового и в железном веке уже это стало широко распространенным способом отправить умерших, наверное, им так хотелось думать, в лучший мир. Тогда у меня вопрос, а что делать? Вот они просто сжигали, что с пеплом? Дальше это разравнивалось или это спиралось в какой-то там сосуд, урну, и куда-то потом прикапалось? Ну что дальше? Очень много вариантов. Ну просто кто во что гораст. То есть было тут разнообразие. Если мы всё-таки смотрим в каменный век, мы видим, что просто в какой-то момент люди начали использовать огонь как сопровождающий элемент погребальной практики, видимо для очищения. То есть положили тело, немножко развели на нём костёр, на некоторых костях есть свидетельство того, что они контактируют с огнём, то есть что-то обгорело, всё, дальше это дело закопали. Когда зажигают целенаправленно, то есть два варианта. Кремация, которая производится на месте, то есть тело сожгли, закопали это всё, не двигая, и тогда эти кремированные кости, они в анатомическом положении сохраняются. И есть кремация на стороне, когда где-то сожгли тело, что-то, что получилось, собрали в мешочек, в коробочку, в урну керамическую и принесли к месту положение. То есть фантазия человеческая богатая, безграничная и очень-очень много вариантов. И современные крематории с урнами, это, в общем, один из вариантов такой древней погребальной практики. Так, ну что же, есть у нас вопросы? У нас нет вопросов, у нас-то остался последний вопрос по поводу реконструкции шаманских практик. Ну, собственно, наверное... И, собственно говоря, она религиозная, да, такая история? Да, ну, наверное, этот вопрос мы и затрагивали, так или иначе, проводя параллели с современными шаманскими праздниками, то есть изображение колдуна, она, в общем, много про то же. И Базарайский Бизон, тот контекст, в котором он был обнаружен, он позволил восстановить, ну, как бы реконструировать некоторые идеи. А что с ним делали? То есть понять, что это был некоторый такой ритуал. Ну, то есть понятно, что возможности реконструкции обрядов, верования, они ограничены. Ну, я думаю, если что, мы можем про тему такого религиозного мировоззрения, такого философского мировоззрения человека, мы можем обсудить уже в следующий раз, потому что, мне кажется, это достаточно интересная тема, потому что откуда возникают различные ритуалы, какие-то танцы, одежда, именно такая, а не другая характерная. Ну, если это будет интересно нашим зрителям, то, конечно, мы к этому. Я думаю, вернёмся. Добычи про диету подоставлено. Да, она же диета. Чуть мы не забыли. Спасибо, Марина Дмитриевна. Так это от духовной пищи аж нас, видимо, разморило. Значит, фраза, что ты то, что ты ешь, это фраза до определённой степени верная. И тут можно использовать несколько подходов для определения того, что ел человек. Один из подходов – это исследование зубов стёртости. Трессология работает и для поверхности зубов. И отличить, ел ли человек какие-то жёсткие корни, зёрна, сырое мясо от варёной пищи можно. Плюс к этому – патология зубной системы. То есть кариес, нам говорят, что он возникает от сладкого, и это не так далеко от истины. Кариес возникает при большом количестве углеводов в пище. Это болезнь, которая сопутствует земледельцам. То есть, с тех пор, как мы освоили земледелие, кариес стал нашим постоянным спутником. То есть, получается, было бы быть охотником и собирателем для строения зубов более безопасно. Да, более безопасно. Но, с другой стороны, большое употребление белка, животного в первую очередь, чревато зубным камнем, если о зубах не заботиться. Так что зубная камень – это признак большого количества белка в пище. Плюс к этому замечательно работает радиоизотопный анализ костей, которые позволяют сделать вывод о том, много ли рыбы было в париционе. Если человек питался рыбой в большом количестве, то будет радиоизотопный состав один. Если много было растительной пищи, немножко другой радиоизотопный состав плюс, ещё и можно получить представление о том, какая именно пища была растительная. То есть, у нас есть два типа фотосинтеза, как мы помним, С3 и С4, и они присущи разным растениям. Плюс к этому можно понять, много ли мясной пищи было. То есть, нельзя сказать, что конкретно этот ел только оленин или ещё что-то. Но, в целом, получить представление о рационе можно. Есть ли у нас ещё вопросы? Я надеюсь, что Юрий Андреевич вам ответил на вопрос. Получается, по костям, используя химический состав останков костей, то, видимо, можно определить. И даже если вы были тайным вегетарианцем, всё это станет известно. Ну что же, мы благодарим Юрия Андреевича за потрясающий рассказ. Я сидела в полном восторге. Очень приятно. Сегодня мы беседовали с антропологом, старшим научным сотрудником научно-экспозиционного отдела Юрием Андреевичем Алексеевым. Темой сегодня была культура древнего человека. Мы затронули и материальную культуру, и духовную культуру, и различные практики. Даже поговорили о смерти. Возможно, как раз было бы поговорить о философском, религиозном отношении человека. Но это уже в следующий раз. А в следующий четверг мы поговорим с вами про амфибий. Вернёмся к земноводным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова